Дорогие друзья, на нашем канале, где мы с вами ежедневно обсуждаем новости политики, экономики, новости фондового рынка. И сегодня у нас небольшой обзор за вторник, за 29 июня. Поговорим с вами о ситуации на рынке черного золота. Что же здесь происходит, почему такая бешеная волатильность, чего ожидать от предстоящего заседания ОПЕК. Конечно же, обсудим валютную пару рубль-доллар. Не успели мы вчера с вами поговорить о том, что возможно укрепление нашей национальной валюты, как рубль, сегодня как раз-таки развернулся. Почему это происходит, разберем в нашем видеообзоре. Итак, дорогие друзья, устраивайтесь поудобнее, а мы начинаем. Итак, дорогие друзья, по традиции все наши видеообзоры мы с вами начинаем с ситуации на фондовых рынках. И ситуация сегодня уже складывается умеренно негативная. Мы с вами видим, что большинство мировых индексов все-таки окрашено в красный цвет, либо стоит возле нулевых значений. Это мы с вами наблюдали и на Азиатско-Тихоокеанском регионе. Там мы с вами могли видеть, что и Япония падала, и Китай падал, и Австралия падала. Российский фондовый рынок тоже последовал вслед за Азиатско-Тихоокеанским регионом. Мы с вами наблюдаем, что и индекс московской биржи теряет 1%, индекс РТС и вовсе более полутора процентов. Хотя, если мы с вами посмотрим на Европу, то здесь дела более или менее обстоят позитивно. Мы с вами видим, немцы растут, британцы топчутся возле нулевых значений. Точно так же топчутся возле нулевых значений и американский рынок. Хотя на открытии, что S&P 500 и что технологический сектор NASDAQ сегодня обновили свои исторические максимумы. Но сейчас индексы американские немножко откатываются обратно. Почему такая жуткая бешеная волатильность сейчас происходит на рынках? Ну, во-первых, да, все находятся в ожидании события, которые произойдут в четверг. Это министерская встреча ОПЕК, плюс это нонфарм из Соединенных Штатов Америки, который нам четко даст понять, ну, предполагает, даст понять, какие действия будет возможно делать Федеральная резервная система. Как, что, чего обстоит в экономике Соединенных Штатов Америки. Ну, а завтра, помимо, да, прямой линии с Владимиром Путиным, это для нас, для россиян вроде как важное событие, для кого-то это вообще безразличное событие. Но одновременно с этим завтра еще и в Европе будет выходить данные по инфляции. И, конечно же, на фоне этого мы с вами можем уже будет делать какие-то предположения, как ведет себя экономика Евросоюза, провали Кристин Лагард, что продолжать стимулирующие меры можно, либо же наоборот, данные по инфляции в еврозоне нам дадут понять о том, что и Кристин Лагард пора задумываться о том, чтобы сворачивать программу стимулов. Конечно же, данные по инфляции способны завтра будут повлиять на торги валютной пары евро-доллар. И мы сегодня с вами видим, что евро потихонечку начинает ослабляться по отношению к доллару. Доллар, наоборот, сегодня в мире крепчает. И индекс доллара уже преодолел отметку в 92. И на момент съемки видео торгуется 92.13. Все это происходит, конечно же, на ожидании позитивных данных от рынка труда Соединенных Штатов Америки. А евро падает, потому что ожидают, что будет инфляция. И, конечно же, раз состоится рост инфляции, то и европейская валюта подешевеет. Хотя аналитики, мы с вами помним, да, разбирали в рубрике «Ежедневник инвесторов» в воскресенье, прогнозируют, что наоборот инфляция в Евросоюзе замедлилась и не просто остановилась, а пойдет уже потихонечку вниз. Если там прогнозируют 1,9%, а это уже меньше, чем было месяцем ранее. Поэтому завтра нас ждет довольно-таки интересный волатильный день. Кстати, сказать, что сегодня предпоследний день квартала второго. И под эти дни, конечно же, пытаются загнать рынки на какие-то такие локальные вершины. И мы с вами видим, что S&P 500 пока что на момент съемки видео это удается. И если все-таки удастся закрыть месяц зеленой свечой, то это будет седьмой месяц подряд, когда S&P 500 показывает рост. Ну и здесь уже не надо быть семипядей во лбу, что пора задумываться о том, чтобы подстраховать свои депозиты, зафиксировать какие-то прибыли. Но опять-таки это лично мое мнение. На многие вопросы даст пятница. И мы с вами увидим, как себя ведет все-таки рынок труда США. А именно рынок труда Соединенных Штатов Америки является основным показателем для Федеральной резервной системы. Если рынок труда продолжит устойчивое восстановление, то как раз-таки глядишь к сентябрю месяцу, как мы и говорили с вами после 16 июня, когда состоится следующее опорное заседание в сентябре месяце, у Федеральной резервной системы, точнее представителей Федеральной резервной системы, станет намного больше, которые захотят все-таки уговорить Джерома Паула начать сворачивать программу вот этого печатного станка. Но на этой неделе, как я уже и сказал, есть еще одно важное событие. Для Российской Федерации оно одно из важнейших. Это 1 июля состоится министерская встреча ОПЕК. Плюс сегодня проходил технический комитет. Но технический комитет, как вы все прекрасно, надеюсь, знаете, никаких решений не принимает. Он просто подбивает дебет с кредитом, считает, кто как выполнял свои сделки. По данным технического комитета, сделка ОПЕК Плюс была выполнена аж на 114%. Завтра уже состоится мониторинговый комитет. Да, вот завтра, скорее всего, будет вбросов побольше, потому что мониторинговый комитет может уже давать какие-то рекомендации именно основной министерской встречи. Поэтому на рынке нефти все-таки я ожидаю, что будет, наверное, довольно-таки серьезная волатильность. Вот ближайшие два дня завтра и основной день заседания четверг, когда будут встречаться министры. Но одновременно с этим мы с вами знаем, что ОПЕК дал свой новый прогноз. И, кстати, новый прогноз немного хуже того, что он давал ранее. И по данным ОПЕК мы с вами можем увидеть дефицит добычи нефти в августе месяце. Это полтора миллиона баррелей. А в четвертом квартале дефицит будет составлять аж целых 2,5 миллионов баррелей. Но это не учитывая еще, какое решение будет принимать сам ОПЕК. Насколько он все-таки будет увеличивать. Но прогноз на самом деле намного хуже. Если мы с вами посмотрим прошлый прогноз, то там мы с вами получали, что дефицит в августе месяце будет составлять 2 миллиона баррелей. А в четвертом квартале дефицит аж дойдет до 3,3 миллионов баррелей. То есть ОПЕК потихонечку корректирует свои прогнозы. И тому есть, конечно же, фундаментальные обоснования. Все это происходит на фоне того, что в разных уголках земного шара начали вспыхивать новые вспышки. Ну, вспыхивать вспышки. Эта втология получилась заболевание COVID-19. Мы с вами видим, да, как трясет нашу Российскую Федерацию новым вот этим штаммом Дель. Да, одновременно с этим этот штамм уже выявлен и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Пока единственный, кто более или менее спасается, это Китай. Но там и привито уже почти 1 миллиард человек. Считайте, одна треть китайцев уже привито. И здесь впору уже говорить о том, что они добились коллективного, ну, в ближайшее время могут добиться так называемого коллективного иммунитета. По остальной же мир пока этим похвастаться не может. И, конечно же, угроза новых локдаунов, тем более тревожные сообщения приходят из Всемирной организации здравоохранений. Она обеспокоена данным новым штаммом, как он распространяется по земному шарику. И в любой момент, конечно же, может получиться ситуация, что ВОЗ даст рекомендации вновь какие-то вводить ограничительные меры уже повсеместно, как мы это с вами наблюдали в 2020 году. Сейчас, конечно же, пока об этом речи не идет, но эти моменты необходимо нам все-таки с вами иметь в виду и закладывать это немножко в будущее. Скорее всего, этим и будет руководство тот же самый ОПЕК, который будет принимать решение. Мы с вами могли предположить, что добыча будет увеличена на 500 миллионов баррелей. Но вчера поступили новости о том, да и сегодня в том числе продолжали поступать новости о том, что ОПЕК может рассмотреть увеличение добычи нефти на 1 миллион баррелей. А это уже довольно-таки такой существенный объем. Я не думаю, что, конечно же, они увеличат эту добычу за один месяц. Скорее всего, если эта цифра будет звучать, то ОПЕК просто-напросто разобьет сделку на, опять-таки, несколько месяцев, на 2, на 3, на 4. Там уже какое количество будет увеличиваться, там от этого будет зависеть и количество месяцев. Одновременно с этим, конечно же, ОПЕК сейчас будет учитывать и следующий момент, что иранская сделка, ядерная сделка между Тегераном и Вашингтоном убирается просто куда-то в дальний ящик. И сейчас о каких-то переговорах, скорее всего, о возобновлении каких-то переговоров речи идти не может. Мы с вами получаем тревожные сообщения о том, что в выходные бомби Соединенные Штаты Америки атаковали там проиранские объекты на границе Сирии и Ирака. Вчера мы с вами видим, что ответная реакция последовала и были атакованы американские военнослужащие. То есть эскалация конфликта потихонечку набирает обороты. И именно поэтому, дорогие друзья, когда все были полны оптимизмом, что сделка будет заключена, я вам прекрасно говорил одну фразу. Необходимо дождаться выборов в данной стране, в частности, я имею в виду Иран, и уже от этого плясать. И мы с вами видим, кто пришел к власти, явный антиамериканист. И сейчас администрация, глава Тегерана заявляет о том, что они еще не приняли окончательного решения о том, а стоит ли продлевать соглашение с МАГАТЭ, чтобы они и далее продолжали наблюдать за ядерной программой Ирана. Напомню, что 24 июня прошлое соглашение закончилось, и сейчас никаких наблюдений в Иране не ведется. Но мы с вами четко помним слова Соединенных Штатов Америки о том, что они сделают все возможное и невозможное, но не позволят Тегерану иметь ядерное оружие. Но здесь уже открытым текстом говорится о том, ну фактически открытым текстом, что если необходимо, они пойдут на вооруженное столкновение. Ну а в такой ситуации, конечно же, говорить о какой-то ядерной сделке и не приходится. Ну и к тому же, дорогие друзья, здесь необходимо учесть и следующий момент, что мы помним на прошлой неделе, в четверг, да, обсуждался вот этот инфраструктурный проект Джо Байдена, и одним из пунктов, да, за счет чего будет обеспечиваться данный инфраструктурный проект, это будет продажа нефти из стратегических резервов Соединенных Штатов Америки. Там, по-моему, 82 миллиона баррелей Соединенные Штаты Америки готовы уже сейчас начать продавать. И вдумайтесь, по какой цене они хотят эти объемы продать. По 73 доллара не ниже, это за нефть марки Brent, ну либо по текущим ценам. То есть говорить о том, что администрация Белого дома пойдет сейчас на соглашение с Тегераном, чтобы обрушить цены на нефть, ну тоже речи идти и не может. Им необходимо сейчас побольше продать все-таки черного золота своего, который у них есть, стратегических резервов, и уже потом, возможно, когда-то вернуться вновь к переговорам. Конечно же, мы должны держать в голове все время, что переговоры в любой момент могут возобновиться. Мы с вами помним, да, внешнюю доктрину Джо Байдена, что он хочет замириться с Европой. Ну, точнее как, лично я думаю, что он хотел замириться с Европой, делал вот из себя такого белого и пушистого, я такой хороший и расхороший, перед тем, ну перед тем, как ехать на вот на это свое европейское турне, там GS7, саммит НАТО, саммит ЕС, что вот он такой хороший, чтобы его поддерживали. Ну, а сейчас уже дело сделано, карты брошены, а о дальнейшем уже будет разговаривать уже в следующий раз. Но, дорогие друзья, хотелось бы пару слов еще поговорить и о России, да. Мы с вами наблюдаем, что нефть-то сейчас у нас вроде бы как и дорогая, но вчера мы с вами получили сообщение о том, что в июле месяце Российская Федерация будет сокращать свою поставку в Европу морским путем, нефть будет сокращать через морской путь и будет всего лишь поставлено 4,9 миллионов тонн, что на 23% меньше. И это как раз-таки, дорогие друзья, играет не в плюс Российской Федерации, а точнее не в плюс нашей нефтяной промышленности, нашим нефтяным компаниям. Ведь мы с вами можем наблюдать, что месяц от месяца, да, нефть вроде как и дорожает, но корреляция цен наших нефтяных компаний и самой цены на черное золото, она довольно-таки серьезно расходится. Если мы с вами взглянем, да, то мы с вами можем наблюдать такую ситуацию, что цены на нефть за год выросли более чем на 47%, а акции компании, ну, нефтянка в общем, да, в среднем подорожала всего лишь на 18,7%. Да, есть отдельные компании, которые подорожали более сильно, есть компании, которые, ну, особо сильного движения и не показывали. И как раз таки, дорогие друзья, это лишний раз объясняет, хочу объяснить точнее тем ребятам, которые все время говорят, нефть дорогая, рубль будет обязательно укрепляться. Нету сейчас такой вот полноценной корреляции. То есть, да, если нефть пойдет падать, конечно же, и те доходы, которые сейчас нефтяные компании получают, они у них начнут сокращаться, и тогда рубль еще быстрее будет ослабевать. Но, если нефть поползет даже на 80%, особо сильного укрепления нашей национальной валюты, я бы в этих моментах бы просто-напросто не ждал. Да, есть какие-то технические, локальные, ну, моменты, которые могут позволить укрепиться. Какие-то политические, внутриполитические моменты, да, в частности, под выборы могут попытаться удержать нашу национальную валюту. Мы об этом с вами вчера уже говорили. Но из ваших комментариев, дорогие друзья, я понял следующее, что все подумали, что я переобулся и говорю за укрепление рубля. В конце видео, кто если не досмотрел, я сказал, что любой просадкой в валютной паре рубль-доллар необходимо именно пользоваться для того, чтобы укрепиться. И многие мне приводят различных блогеров пример, там, что вот, там-то сказали, там-то сказали. Мы на то и люди, что каждый думает своей головой. И лично я, я не делаю каких-то импульсивных покупок. Я много раз это вам говорил. Каждая моя покупка валюты, она продуманная и делается определенным количеством. Я не то, что, о, доллар упал на 69, захожу на всю котлету. Нет, я даже по 69 буду делать только ограниченную покупку. И только в рамках своих правил по покупке своей валютной подушки безопасности. И еще один момент тоже хочется развеять. Такой, может быть, миф. Кто-то считает, что раз нефть у нас слишком дорогая, то таким образом закрывается весь наш бюджет. Бюджет наш получает от 43 до 43,5 долларов. Все остальное отправляется в ФНБ и тому подобные фонды и так далее. Не нужно думать, что слишком дорогая нефть тоже выгодна нашему бюджету. Да, она выгодна с точки зрения того, что наши нефтяники платят больше налогов. И только потому, что у них выручки больше, нефть дороже, соответственно, они налогов заплатят больше. Только в этом плане рубль, ну, для нашего бюджета это, конечно же, есть хороший плюс. Ну, а бюджет мы пополняем, и все прекрасно с вами помним, да, прошлую неделю первого вице-премьера Белоусова, который не хочет думать о каких-то инновациях предприятия, чтобы предприятие расширялось, чтобы оно инвестировало в само себя, чтобы за счет этого как раз-таки увеличивалось количество рабочих мест, их запускалась таким образом экономика. Проще сказать, бог велел делиться. Да, дайте-ка мы вот пошлины дадим вам и пустим их типа на госзастрой. Но почему только на госзастрой? А что у нас других сфер негативных не имеется? Ну, тоже на самом деле непонятно. Ну, а возвращаясь к валютной паре рубль-доллар, тоже хочется сказать следующую вещь, что Саксо Банк увидел новые угрозы для нашей национальной валюты и связал это как раз-таки с предстоящими выборами Федеративной Республики Германии. Я уже на протяжении июня месяца, по-моему, даже с конца мая месяца на своем YouTube-канале говорю, что в сентябре месяце пройдут выборы не только в России, но нам необходимо с вами следить еще и за выборами именно в Германии. Канцлера Меркель, которая 15 лет бессменно занимала свой пост, она покидает его, она даже не баллотируется. И сейчас возможно придут к власти именно зеленые. Зеленые это те ребята, которые, во-первых, очень лояльно относятся к Соединенным Штатам Америки. Если мы с вами посмотрим на политику Ангела Меркель, то мы с вами увидим, как она искусна, реально искусна. Вот здесь это политик с большой буквы. Она лавирует между Соединенными Штатами Америки и Америкой и Россией. Она не двигается ни в ту сторону, ни в другую. И она один из немногих политиков, который на протяжении последних нескольких лет категорически против выступает в введении новых санкций против России. Она говорит, это экономически уже невыгодно. Она одна из немногих понимает, что Россия уже свыклась с постоянной угрозой санкций. Нужно какой-то искать диалог. И тому подтверждение, опять-таки, недавнее заявление Меркель, но там же и президент Франции Макрон, которые предложили хотя бы просто начать диалог с Путиным, чтобы пригласить его на саммит ЕС, ну и там просто-напросто обсудить какие-то свои горячие конфликты. Ведь мы с вами видели, как на прошлой неделе, на прошлой или позапрошлой уже, ну 16-го числа встречался Путин и Байден. Они же тоже говорят, но у нас тоже есть свои проблемы. Так вот, дорогие друзья, если к власти придут зеленые, во-первых, они жестко настроены против Российской Федерации. Они это открыто высказывают в своей политической программе. Во-вторых, это те ребята, которые категорически против настроены Северного потока-2. Именно поэтому сейчас очень и очень быстрыми темпами Фортуна пытается доложить трубу, чтобы, ну, Северный поток-2, он был проложен. Когда труба будет достроена, ну, уже зеленым никуда от этого не деться. Но там начнется борьба, и я тоже об этом с вами уже говорил, за то, сколько будет качаться газа через этот Северный поток-2. Мы с вами видим, как Российская Федерация из месяца в месяц не увеличивает транзит газа через Украину. Хотя Европа сейчас крайне нуждается в газе. Почему это делается? А делается это просто-напросто потому, что Российская Федерация, пользуясь тем, что была холодная зима, сейчас очень жаркое лето, и у ЕС просто нет возможности закачивать к себе газ в свои хранилища, вынудить Евросоюз отказаться в пользу Северного потока-2, отказаться от третьего энергопакета. И проблему у нашей национальной валюты в очень ближайшее будущее будет. Ну, а с точки зрения технического анализа, достаточно просто посмотреть вот на этот график, и где мы с вами недавяче, чем вчера говорили, что валютная пара рубль-доллар приблизилась к верхней стенке своего нисходящего канала и четко от него отскакивает. То есть говорить пока что о мега-локальном укреплении нашей национальной валюты не приходится. Мы сегодня с вами видим, что рубль довольно-таки серьезно укрепился, более чем на 1%, вновь приближаемся к отметке 73 рубля. Почему это на самом деле происходит? Ну, это опять-таки мы должны сказать спасибо той же самой Эльвире Набиуллиной, главе Центробанка, которая вчера заявила, что ставка будет повышена чуть ли не на 1%, и здесь мы сразу же увидели, что распродажи подверглись нашей облигации федерального займа. Потому что если ставка будет увеличиваться сразу же на 1%, на кой черт, ну на какой черт, ладно, другое слово хоть не вырвалось, хотел более-менее нормальное слово. Зачем не держать такие облигации с маленьким купонным доходом, если через месяц выйдут облигации с более высоким купонным доходом? Облигации падают, ну и, соответственно, рубль потянулся вниз, доллар вверх. Ну, а индекс доллара, мы сегодня еще раз говорю, он подрастает на фоне того, что американцы ожидают довольно-таки хороших данных с рынка труда. А раз так, то, конечно же, Федеральная резервная система будет вынуждена в очередной раз говорить о том, что необходимо программу количественного смягчения сворачивать. Дорогие друзья, вот такой сегодня у нас получился обзор. К сожалению, не поставил секундомер, даже не знаю, сколько я с вами сейчас общаюсь. Надеюсь, этот видеообзор вам понравился, и вы поставите обязательно лайк. Если не понравился, ну тогда ставьте дизлайк, обязательно пишите свои комментарии, мнения, вопросы. Особенно мне интересна от вас обратная связь, что вы думаете по ситуации в России. И я стараюсь в своих видеообзорах вам логически объяснить, кто либо прав, да, с ним согласиться, либо кто не прав, попытаться объяснить, что он именно не прав. Дорогие друзья, не забываем подписываться на YouTube-канал, не забываем нажимать на колокольчик. Одновременно с этим спонсируем YouTube-канал, получаем прямые эфиры и другие видео для спонсоров. Также, дорогие друзья, подписываемся на наш Instagram, Яндекс.Зен, ну и открытый Telegram-канал. Я же с вами на этом сегодня буду прощаться. Кто здесь уже по скриптам, любимая рубрика, да, для многих, особенно в этот жаркий период, когда идет чемпионат Европы, сегодня играет Германия-Англия и Швеция-Украина. Я здесь просто-напросто ничего не стал мудрить. Опять-таки, Палаева буду смотреть на излюбленные свои ставки по угловым. Думаю, что угловые нам будет возможность поставить. Ну, в матче с Германией я еще дополнительно, ну, поставил экспресс. Это Германия и Швеция, там коэффициент 3,78, да. А еще, наверное, ординарами поставлю в Германии-Англии тотал меньше 2,5. Ну, а Швеция-Украина, наверное, можно поставить еще и тотал больше 3,5 по желтым карточкам. Вчера был огненный у нас с вами день, два матча чуть ли не под копирку сделаны. Одни открывают, потом другие отыгрываются, потом два гола забиваются, другие два гола отыгрываются, уходят на дополнительное время. Просто не вечер, а бомбой. И вчера вот именно второй матч я зацепил и довольно-таки неплохо там удалось заработать. Но все это было в лайве, это так, на ночь глядя решил себе пощекотать нервишки. Но там ставки вообще копеечные были, поэтому, ну, и плюсик тоже был небольшой. В инстаграме даже у себя это выложил. Дорогие друзья, ну, вот такой небольшой обзор у нас получился. Еще раз надеюсь на ваш лайк. Тайм-кодов сегодня не будет. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok